Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 1356. Событие дня. Притча 29.19. С словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но не слушается. За 2 сентября 2019 года. И наше обращение. Курсором останавливайте, чтобы прочитать можно было. Владимир Сенаторов. Территория закреплена в поселке Потеряевка в законном порядке и документально. Также и пруды не являются природными. Плотины возведены на средства жителей поселка Потеряевка. И пруды ими же зарыблены. Запрет на охоту и рыбную ловлю на территории поселка Потеряевка в соответствии с решением общего собрания жителей поселка Потеряевка Вполне правомерен и никто его оспорить не сможет. Продолжение следует... Пишет один, из обряда веры к истинному православию ваш путь прошел, вот это да, от беспоповца к уникальному положению между РПЦ и РПЦЗ, РПЦМП. Вот увидел же этот человек, ну фамилии нет. Да, уникальное, да, делает это Господь. Это нельзя сделать человеку, но никто не рассуждает и не понимает, и мы единственные в стране, и не только в стране. В этом вопросе, если касаться беспоповцев, единственное в мире, что с события дня. Как всегда встаем в 4.40, собираемся вместе на молитву, утренняя молитва, уходит полчаса. Дальше готовимся. Мы с Володей идем на пруд, едем на велосипедах проверять сети. Вчера так, тишина такая была, всего 40 карасей, и караси большие. Видимо, переставить надо. Было же богослужение на благословение школы. Два ученика, два учителя. Вот такое тоже уникальное положение. Володю опять позвали срочно, там внизу зашивать у склада, зерносклада Игоря Барабаша. Он там зашивал, батюшка приходил с Любовью Минаевой. Я два раза заезжал, смотрел, увидел, что не ошкуренное. Взял топор и тоже начал кору сдирать. Машина едва ходит в самосвал. Игорь Глушков на ней тоже попросился. Поехал на комбайне, прокатился. Заснял это все, что можно было. А днем пришлось быть, где загон для скота. С той стороны, где загородили, осталось много столбов, дерево. Все это таскал на себе, таскал. А здесь запасные 30 столбушков были для городьбы. Для них сделал место, складировал их, кору уносил. И Надежда Васильевна пришла, вот заснять надо это все. Засняла. Так вот пришлось все подобрать. И 19 столбушков, которые привез нам Иеремия, который теперь уехал учиться. Их тоже пришлось на тележки на нашей, на склад новый, сделанный для них, перевезти. Один делал. Тяжело, невыносимо понять. Один. Когда Володя здесь, то даже не прикасаюсь к ним. А тут один, все, поправился. Да, но еще тут все, все, дороги, сводит тело, ноги. И все равно вперед движемся. Вот такие наши новости. Насколько они интересны, не интересны. Дело в том, что мы все это открываем. А для чего вы это все делаете? Для того, чтобы люди после увидели, когда нас не будет, вот такая жизнь деревенская. Мы ничего не скрываем, не лепим. А вот как есть, так и есть. Отдельно взятый коллектив. Отдельно. И вот мы показываем с утра до вечера в труде. Присылает наши материалы исследования Слова Божия. И это мы одно за одно я выставляю. На этом все на сегодня. Показать свои ресурсы. Это мой мир. Выходим на все показать. Я очень люблю этот мир. Владимир Мощалин что-то написал. Посмотреть можно сходу. А вот он что. Игнатий Тихонович, что мне делать с этим сихотворением. А вот он что-то делает. Вот он. Хорошо. Игнатий Тихонович, что у него есть. Игнатий. Продолжение следует... Продолжение следует... И далее у нас православный форум, очень большой, 1600 тем. Ну и православный видеоканал. 40 211 подписчиков, 39 948 288 просмотров. Ну и православный библейский сайт. Какие наши ресурсы? Ну и теперь на этом все.